всем привет сегодня буду делать зажигалочку давно собирался это сделать и все никак не мог найти кремень нужного размера несколько раз заказал в китае ферроцерий но таможня постоянно тормозила не пропускала и вот сегодня совсем случайно нашел в киеве вот такой интересный стерженечек сейчас мы попробуем как она нормальненько корпус сделаю вот из этой трубочки похоже на волновод купил лет 20 назад на сеном рынке даже смастерил вот такие заглушечки сначала мы попробуем на станочке как берет резец и можно ли просверлить отверстие зажмем и легонечко и попробуем к сожалению меньших оборотов у меня нет попробую немножко смазать со смазочкой немножко лучше теперь попробую просверлить а а а а а а и а а И нарежем резьбу. Резьба М2. Замечательно. Замечательно. И маленькую фасочку. То же самое нужно сделать на другом конце. Все лишнее необходимо отпилить. Замечательно. 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 Та-та-та-та-та. Замечательно. Замечательно. загнуть, зажимаем, вот так, и потихонечку, так, возьму другие тисочки, вот здесь маленько заглажено, чтобы не было острого угла, вот так, и вот так, немножечко нужно прогреть, снять напряжение, нагрел и резко охладил, так, продолжаем, загибаем, ну, как-то так, окей, окей, теперь точно так можно сделать и с этой стороны, зажимаем, вот так, сейчас мы точно также сделаем и здесь, маленько поджимаем, вот так, и загибаем, вот так, и вот так, раз, и все, окей, теперь это нужно припаять, но перед пайкой необходимо зачистить, снять, окись, для этого у нас азотная кислота, а это протравим, пока с одной стороны, теперь нужно впаять вот эту заглушечку, значит, внутрь немножко насыпем канифоли, несколько кусочков, и кусочек олова, олова чистая, еще немножко и разогреем, все, теперь должно остыть, теперь нужно впаять вторую заглушку, это сделать сложнее, потому как, если перегрею, то потечет снизу, маленько залудил, в средину кинем немножко канифоли, и вперед, чтобы снизу не перегрелось, я сделал теплоотвод, вот так, да, и вот, вот, Все, просто замечательно. Все, теперь дать остыть. Что у нас получилось? Здесь нормальненько, здесь нормальненько. Зачистил, здесь я подправил, просверлил отверстие. Теперь мы поставим вот эту вот штуковину. Здесь у нас отверстие и там нарезана резьба. Два винтики и закручиваем один и еще один. И подтянем здесь. Замечательно. Красота, красота. Теперь нужно вытащить вот эту вот фиговинку, которая будет закручиваться в это отверстие. Под руку попал кусочек латуни. Сейчас быстренько сделаем. Вот так. Вот так. Зажимаем то и вперед. II Вот так. А А Продолжение следует... 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 Теперь сделаем накаточку и обрежем... Продолжение следует... Продолжение следует... Нужно маленько проточить, совсем чуть-чуть. Возьму косую накаточку. 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 Легонечко поджим анту. И немножко подровнянту. Вот что у нас получилось. Сюда мы вставим фитилёк и вот такую железячку. Фитилёк мы сделаем из вот такой нитки. Пихаем в это отверстие. Вот так. Замечательно. И железячку. Кусочек ножовочного полотна. Вот так. Запихнули. И маленько подрежем. Вот так. Сойдёт? Я думаю, сойдёт. Теперь проверяем. Чего-то здесь не хватает. Чтобы не пропалить стол. Теперь делаем вот так. Раз. Дваз. Со второго раза. Ну, нужно ещё потренироваться. Как-то так. Теперь проблема вот в чём. Чтобы горючее не вытекало, нужно напихать чего-то наподобие ваты. Если вата, то при закручивании и выкручивании она будет накручиваться, наматываться. И сложно будет вытащить. Я даже не знаю, что придумать. Может кто-то посоветует. Ну, как-то так. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok